на спорте программа на спорте вновь в эфире у микрофона антон погудин хочу сразу признаться что идея пригласить на запись программы нашего сегодняшнего гостя витала давно а тут и повод подходящий появился недавно в кирове прошел финал четырех высшего дивизиона по волжье урал по баскетболу наш город съехались четыре топовых команды своего дивизиона чтобы определить победителя а в гостях у нас сегодня главный тренер баскетбольного клуба вятга у совы алексей леонидович вавилов и тяжелый форвард команды дмитрий савиных добрый день здравствуйте здравствуйте алексей леонидович первый вопрос наверное вам какие впечатления лично у вас оставил прошедший в кирове турнир ну впечатления такие неоднозначные конечно же мы настраивались на более выразительную игру особенно в первый день вот боролись за победу но и в принципе ребята не тут соврать мы разбирали игру финальную с нижним новгородом в принципе она получилась только за третье место вот ну как мы уже потом пообщались раздевалки что из любого поражения нужно сделать определенные выводы и двигаться дальше потенциал команды огромный у нас еще главные игры впереди потому что впереди лига белого поэтому будем настраиваться играть дальше структура финала четырех какова на то есть как проходили матчи как проходил жеребьевка и с кем пришлось играть в первую очередь его в первый день во второй день нет ну пара определялись соответствии с предыдущими играми вначале мы сыграли в двух подгруппах потом с лучшими командами из той подгруппы ну и соответствии с местами мы попали в начале в плей-офф до выход в полуфинал это была команда нижнего новгорода то есть там из двух игр было с разницей если там пара выиграли проиграли вот если победители уже выходили в полуфинальную пару и не уже заранее знали пару на кого не выйдут то есть это был нижний новгород либо политехнический институт либо к нету к и в принципе мы готовились к нету к и но там тоже определенно такая история получилась они проиграли эту серию из двух игр но так как там была подстава будем их запустили туда ну то есть ту команду сняли соревнования и запустили сюда соответственно фужа в полуфинале финала 4 который в кирове про их проходил ваша команда в полуфинале сыграла с казанскими баскетболистами да к ней только и дмитрий какие впечатления у вас остались от этого матча что запомнилось что получилось а над чем нужно работать ну насчет впечатления я уже не первый год в баскетболе можно сказать 11 лет и играл на детско-юношеской баскетбольной лиге на первенстве даже на евролиге успел сыграть но такой так сказать обстановки игры еще не видел ни разу очень много народу очень много шума и уровень игры здесь ну намного выше чем предыдущие мои игры вот что насчет игры ну играли мы все равно достойно все боролись вся команда боролась и так получилось что не у всех полетело где-то у кого-то был мандраж руки так сказать дрожали ноги тоже дрожали все-таки это финал четырех мы боремся за медали за выход финал и так получилось да что мы проиграли в полуфинале но я не думаю что надо расстраиваться я думаю что надо посмотреть обсудить и поработать над ошибками давайте сразу скажем что к сожалению победить казань в полуфинале вашей команде не удалось поражение 63 69 я был на этом матче на и на этом и на воскресных играх если честно с трибунного спорткомплекса вятгу казалось что начало матча против казани вашей команде алексей леонидович удалось не очень это лично моем не знаю может согласитесь вы с этим не согласитесь мне показалось что было достаточно много потерь сумбура суеты как на чужом щите так и под своим щитом при этом каждый из игроков старался как-то самостоятельно решить эпизод наверное иногда забывая что баскетбол это все-таки командная игра совпадают ли мои впечатления с вашими тренерскими как вообще этот матч смотрелся от тренерской скамейки ну вообще нужно сказать что с самого начала все пошло не по плану то есть ту тактику защиты которую мы хотели предпринять против казани она сразу же с первого момента не сработала нам пришлось отказываться ну далее у нас огромное преимущество под кольцом виду наших больших игроков и способных игроков решать задачи индивидуально то есть попытались нагрузить туда под кольцо но они были какие-то растерянные то есть ну пришлось опять же делать ротацию и вот этот новичок который у нас там ахмед из туниса он вообще готовился на позицию третьего номера пришлось его стоять на четвертого но естественно из этого тоже ничего не вышло ну мандраж это у нас в прошлом году тоже в одной четвертой финала когда там был финал восьми тоже была казань и мы достаточно хорошо с ними играли в дивизионе финальную часть когда мы вышли мы там ну полетели просто 30 очков минус потом собрались взяли прессинганули и в принципе в овертайме опять же игру проиграли эту новую в овертайме вот то есть ну мандраж во первых надо игрокам немножко опыта потому что вот эти все финальные игры финальные части соревнований они достаточно должны требуют много концентрации отдачи самоотдачи на игру там там нужно терпеть потому что зачастую более слабый соперник может сыграть очень достойную игру и выиграть этот матч он всегда решающий полуфинал финал они всегда решающие и тут конечно надо было перестраиваться и пацанам конечно терпеть пытаться добиваться своего играть в защите но если по защите тут как бы не так много вопросов хотя они тоже есть но по нападению конечно очень много вопросов мы промазали свои даже легкие мячи которые должны были забивать мы практически не продавили там никого ну и очень много других моментов которые в принципе ребята все знают все понимают только как мандраж ничего больше я сказать не могу еще один момент то есть нужно я тоже ребятам об этом говорил что подходя к финальным играм нужно отдавать себя полностью без остатка чтобы потом можно было честно сказать друг другу глаза что мы сделали все чтобы победить но тренер мы не смогли ну где там у нас там может быть кто-то не доработал в подготовке к этой финальной части ну я уже сказал что достаточно много было болельщиков на трибунах может быть еще сказался этот фактор что далеко не всегда приходится играть при заполненных трибунах нет наверное опыта такого когда весь зал гудит поддерживает стучит в барабаны гонит вперед может быть это еще сказалось вот отсутствие такого опыта ну вот смотрите у нас достаточно молодая команда то есть мы в этом году приняли первокурсников только девять человек то есть у нас на сегодняшний момент составе 20 из них девять первокурсников там четверо второкурсников то есть из старших ребят практически нет которые имеют какой-то более-менее опыт а из этих всех 20 человек нет ни одного который бы играл в полуфинале там на уровне студенческого баскетбола все равно школьный баскетбол или студенческий баскетбол это разные вещи хотя ну хотя до профессионального баскетбола конечно еще там далеко вот и кроме всего этого у нас очень мало домашних игр то есть мы один только тур дома сыграли вот это этим составом понятно что когда у нас полный забит зал при этом еще ответственность каждого игры каждой потери тренер у них честно говоря тоже очень неспокойный наверняка многие еще не привыкли ну я думаю что на втором-третьем курсе уже под привыкнут вот и груз ответственности за потерю там за промах за неправильную игру защите он очень большой поэтому понятно что это мандраж но тем не менее если первая половина матча против казани вот этого полуфинального вашей команде не удалось то во второй половине уже вернулись в игру и отставание в счете постепенно потихонечку начали сокращать какой-то момент даже показалось что есть шанс перевести игру в овертайм и там возможно зацепиться за победу за выход в финал ну все очень давалось непросто все очень давалось нелегко ценой каких-то там усилий мы подтягивались потом обратно падали и когда всю игру ты пытаешься догнать конечно тяжело хотя был момент когда мы могли уже ну я уже думал что вот сейчас сейчас мы вытерпим защите и пойдем потихоньку потихоньку пойдем но две трешки которые одна из них совсем сумасшедшая они просто не дали нам шанса ну и по концовке конечно там судьями очень большой вопрос они нам даже не дали шанса зацепиться но два не этих не спортивных фо то есть ну нет вообще никаких а как мы должны это пытаться выигрывать да естественно в конце команда будет играть агрессивно да естественно они будут пытаться там фалить отбирать эти мячи ну получилось так как получить да да дмитрий когда у вас прошел этот мандраж первых минут его матча против казани когда ощутили что с ними можно играть можно с ними бороться цепляться за победу был такой момент он как раз появился скорее после первой половины когда мы начали догонять и когда мы начали догонять я почувствовал что как бы а чего бояться чего страшного ну болельщики смотрят ну ты же играешь свою игру правильно и все начали догонять догняли догнали и все мандраж он пропал и мы просто уже начали как бы идти наравне я думаю что мы могли спокойно в принципе уходить в плюс но да вы как сказал тренер две сумасшедшие трешки и то что вот у макса петренко и у славы добровольского тоже не полетела это сказалось на игре но в любом случае виновата вся команда то что проиграли ну вы уже говорили леонидович что для вас казани ведь это не новый соперник вы со всеми соперниками которые приехали в киров вы по ходу сезона играли вы прекрасно знали как бы кто что из себя представляет мы в дивизиональном этапе когда в перми с ними играли достаточно легко с ними разобрались ну поэтому честно говоря для меня как бы они а эта команда не составляла каких-то трудностей то есть нужно было просто чтобы парни сыграли свою игру ну когда из пяти человек там четыре лидера стартовой пятерки не играет в то что они должны делать просто то что должны делать не сверх усилия просто то что делать тяжело тяжело найти вы увидели наверно я пытался ротации там было там не все 12 но 9 человек были заиграны которые более-менее уверенно себя могут чувствовать и так я не нашел оптимального состава но вот тот момент когда мы принципе подтянулись был оптимальный состав но тоже играть пятью человеками тоже в такую полуфинальную игру тоже невозможно что кто-то поддержал из-за скамейки единственное что я себя наверное корю в том что надо было прибегать более агрессивным действием агрессивно уставить защиту раньше не в конце четвертой четверти а еще начиная в третьей четверти пытаться агрессировать перехватывать какие-то забирать легкие очки потому что так просто туда-сюда на равных гонять это было все равно концовка она решала кому повезет и повезло больше казани дмитрий что сказал тренер после матча полуфинального с казани что вот он в раздевалке начал предъявлять пихать или наоборот попытался успокоить сказать что этот матч уже прошел давайте двигаться дальше у нас завтра решающий матч за бронзу на самом деле мы когда зашли все раздевалку была тишина но я такую тишину не очень сильно люблю как бы и сказал парни давайте не расстраиваемся мы все ожидали что тренер зайдет и начнет рвать кидаться кричать но как бы тренер зашел спокойно сел сказал как бы слова по игре и сказал ну все игра прошла все-таки мы готовили готовились тоже к нижнему новгороду поэтому что уж делать будем сражаться значит за третье место в итоге вы все-таки сыграли с нижним новгородом только не финале за победу до финале четырех а в матче за бронзу алексей леонидович какие там эмоции были сразу после полуфинального матча и насколько быстро удалось эмоционально себя вернуть вот в такое состояние спокойствие может быть уравновешенности ну я не первый год в баскетболе таких игр у меня было не мало поэтому я больше переживал за ребят смогут ли они отбросить всякие эмоции настроиться эту игру потому что но все-таки четвертое место это был бы совсем провал вот ну сказать что не переживал переживал спокойно приехал домой посмотрел еще раз причем вот эту игру которую мы проиграли весь матч ну где-то там мне там нужны были несколько моментов по вопросам судьям и по вопросам некоторым игрокам вот большую часть будем сказать больше половины вот ну а потом спокойно лег спать проснулся их уже на следующий день как-то эмоции под утихли вот а больше было переживание как ребята справиться потому что понятно что всех всех было огромное желание у многих может быть и шанса такого больше не будет заевать золотые медали в этом положи вот ну слава богу что вот тут как раз такая ситуация когда уже ну все уже потеряно отбросить и выйти на следующий год на следующую игру со свежей головой потому что ну уже ты уже что мог проиграл поэтому поэтому на следующий день они как раз были более более собраны какие изменения вы как тренер внесли в игру команды в тактику в стратегию после проигранного полуфинала перед матчем за третье место ну повторюсь что мы готовились к нижнюю новгороду у нас было несколько задумок и мы одну из них попытались применить к нету к и сказанию она там не сработала здесь мы тоже и попробовали включить ну и сразу же тоже от нее отказались а дальше у нас была игра со сменой и с подстраховкой с дальней стороны ну и готовились против зоны я думаю что кстати зону вполне спокойно разбили и каким же выдался матч за третье место против нижнего новгорода дмитрий чем запомнился ну борьбой это сто процентов что соперники что мы просто рубились до конца насчет игры скажу что мы встали зоной и на удивление эта зона сыграла я не я даже не думал что против лобачевского наша зона сможет сыграть но вот прям зоны мы хорошо отстояли что я могу сказать максим петренко это просто это зверь 37 очков столько накидать 7 из 12 3 очков и это я вот статистике запомнил очень хорошо это как раз тот момент тот матч когда у лидера команды полетела да 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 как раз то чего не хватало в предыдущем матче какие у вас впечатления алексей леонидович запомнился чем матч против нижнего хороший матч получился нет ну обе игры я хочу сказать что хорошие обе игры полезны здесь ну вот как раз не вообще нравится команда да которая больше созидает на площадке ну то есть когда вот не индивидуально есть игрок есть игрок как бы коллектив до который вместе добивается какой-то определенной цели пусть забивает один но ведь он не сам сам себе отдает передачу там сам забивает все равно это кто-то отдает пас кто-то перед этим защищается вот ну и самое главное что когда команда терпит то есть вот когда два разных равных коллектива играет на площадке тут уже идет борьба того кто кого перетерпит и кто быстрее дрогнет значит тот и проиграет вот здесь примерно так и получилось да макс нашел свой бросок макс попал в нужный момент ну и наверное это их сломало но мы при этом терпели мы могли раньше упасть и макс психологически очень неустойчивый игрок он если потерял себе уверенность или уверенность в команде то он не решится на такие броски или решится но не попадет поверьте мне то есть вот он поверил в команду что мы можем попал свои нужные броски и поэтому команда вытерпел а вообще насколько это характерно для студенческого баскетбола что сегодня у тебя например бросок не идет ты психологически не на самом пике не на самом подъеме а завтра ты проснулся с холодной головой у тебя мысли пришли в норму ты вышел на площадку и у тебя полетела все но это студенческий баскетбол тут вообще бывает все но при этом при всем мы должны понимать что уже достаточно умный баскетбол то есть и команды разбирают соперника все прекрасно знают кого нужно прикрыть кто лидер и так далее но сказать что его не прикрывали прикрывали что на славу там не стягивались стягивались что диму там держали где-то там прохода или броска то есть нет тоже каждого игрока разбирали насколько но здесь я еще раз говорю что когда ты веришь в команду и в команда в тебя верит и вы вместе как бы понимаете да что вот сейчас 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 он первый попал после этого ему еще ну я ему сказал ты можешь поливать откуда хочешь когда ему еще разрешили то есть но он там уже искал варианты там из 7 метров и другие то есть ну и сам стал открываться он зачастую бывает стоит под игроком не открывается то есть сам стал открывать линию передачи чтобы мы могли отдать этот пас конечно несколько моментов он создался для себя и сам мы все говорим о матче за третье место так и не сказали как закончился с каким счетом и кто победил за третье да за третье у нас да 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 ваш матч 83 88 83 88 ну соответственно в пользу ветгу какая из половин из четвертей может быть удалась вашей команде лучше первая половина вторая что больше запомнилось ну я наверное все таки отметил четвертую четверть решающую конечно потому что все три четверти мы как бы шли кто-то перегоняет кто-то догоняет и вот так как бы по нарастающей до четвертой четверти в четвертой четверти наверное после пяти минутки уже там надо было что-то придумывать и мы сделали по моему если не ошибаюсь плюс 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 8 вот рывок и потом где-то ну чуть-чуть очки проседали где-то мы снова догоняли и так уже под конец осталось вот преимущество пять очков вот ну просто я наверное за весь сезон не видел от команды столько энергии на скамейке и на площадке что парни реально волнуются и прям хотят эту вырвать зубами вот и ну парни на эмоциях кричат и этом прям я тоже так сказать взбодрило прям уж до конца и все мы вырвали эту победу эмоции были конечно что я еще отметил там сидя на трибунах это то что если в первом матче против казани достаточно быстро команда баскетбольного клуба вятга у нахватала фолов зачастую наверно необязательных до которые там привели к опять же не обязательным штрафным броскам то во втором матче уже за бронзу таких необязательных фолов было меньше согласитесь со мной или нет ну между после первой половины я обратился к судям потому что разница в фалах было 11 3 для нас это конечно немного но то что соперник с тремя фалами при такой жесткой защите не сказать что мы сделаем если они так хорошо защищаются при равном счете они очень хорошо защищаются очень плохо ну как бы это прямая апелляция думаю что любом случае судьи ответили меня так как они должны были ответить но в раздевалке они это обсудили и потом немножко по фалам все-таки выровнялась вот по поводу отрезка да какой да просто мы тут все забыли наверно он что у нас овертайм был да абсолютно верно вот и если вы помните ну во первых мы должны были выиграть в основное время дима прав что при плюс пяти даже в концовке все надо было выигрывать опять же ну там случайная треха с одного этого шага вот но для меня как бы ключевым моментом скорее всего ну или главным моментом был это когда мы стали проигрывать в овертайме и после тайм-аута команда вернулась в игру потому что в овертайме очень тяжело поднять боевой дух если ты уже полетел там пять то есть там как правило либо очков очко и там уже в концовке выиграют но если ты полетел пять то уже подняться тяжело потому что и сил нет и морально усталости и так далее но парни вернулись и все-таки эту концовку дотянули выиграли а как вообще достичь по счету мне тоже очень интересный такой статистический момент то есть если четвертая четверть там очков 12 13 по моему 14 то в овертайме которая в два раза меньше тоже 12 по моему примерно равна количество очков забитых нашей команды тогда у меня следующий вопрос откуда ребята взяли себе силы энергию чтобы по результативности там сравняться с четвертой четвертью хотя по времени по таймингу было меньше времени где у нас был ряд легких очков то есть сопернику пришлось торопиться то есть когда мы сравняли повели опять же вот уже концовку ему им приходить пришлось рисковать мы подбирали убегали если вы там помните и макс убежал там еще кто то то есть забили легкие очки поэтому вообще да у меня такой вопрос а насколько вообще реально достучаться до ребят когда берете тайм-аут или между четвертями небольшой перерыв когда они еще все в игре они все еще живут там на площадке перевариваю те моменты которые забили или не забили насколько они вообще вас слышат в этот момент ну вообще коммуникация в команде имеет огромное значение и особенно умение слушать тренеров умение слушать игроков и говорить с игроками но я могу сказать что у нас пока это очень большая проблема но особенно когда полный зал и трибуны то есть тут надо уметь отключаться и свое внимание полностью перевести на досочку там на которой мы рисуем или на то что мы там друг другу говорим вот пока это очень тяжело но у них все впереди у нас небольшая пауза после которой продолжим на спорте мы продолжаем программу на спорте напомню что в гостях у нас сегодня главный тренер баскетбольного клуба вятгау алексей вавилов и тяжелый форвард команды дмитрий савиных в первой части программы мы обсудили финал четырех который недавно состоялся в кирове и на котором команда баскетбольного клуба вятгау завоевала бронзовые медали ну а сейчас заключительной части программы немножко поговорим о вообще баскетбольном сезоне 23 24 и о перспективах команды в оставшейся части этого сезона алексей леонидович как вообще проходит этот сезон какие впечатления он оставляет ну для меня конечно начало сезона было очень удивительно когда знаете из года в год занимаешься селекцией ищешь игроков пытаешься их пригласить в команду и некоторых со школьной скамьи то есть чтобы они уже тут втягивались пораньше в этом сезоне когда мы обзвонили наших детских тренеров мы поняли что в принципе к нам 1 или 2 человека это не ключевых поступает и каково уж было а ну да один иван князев да вот был у нас на карандаше и каково же было мое удивление когда в сентябре к не приходит один второй третий причем это ребята не которые поиграли тот же дима там в перми поиграл и как если не узнал где в международной евролиге не в евролиге поиграл то есть ребята которые с большим опытом уже на том ну на детском школьном уровне детской спортивной школы и то есть соответственно это не те люди которые там приехали из глухой деревни да и максимум куда выезжали это только на первенство кировской области то есть это которая уже с которыми можно идти дальше но это очень хорошо и по ротации когда вот эти семь восемь игроков это ну просто замечательно это очень перспективный объем работы есть ради чего работать как-то воспрял и мы начали все вместе но это тот случай когда головная боль у тренера приятно потому что есть из кого выбрать из кого поставить состав и соответственно возможность тратировать и полноценно проводить тренировки играх правильно кстати об этом тоже думал но при этом при всем не забывайте какая-то ответственность конечно люди которые за нами наблюдают они могут сравнить что вот у него прошлом году не было ротации он там стал пятым в этом году у него там семь отличных парней а он стал допустим четвертым в дивизионе же в этом же вот поэтому ответственность тоже большая поэтому работать нужно но имея отличных игроков тоже не всегда можно создать хорошую команду тут как раз как бы главное их правильно сочетать правильно подготовить как раз возвращаясь к вашим словам про дивизион ваша команда играет дивизионе по волжье урал какова там конкуренция кто является главными соперниками как идете по турниру ну и соответственно что дальше то будет сезон то ведь на этом не заканчивается у вашей команды ну у нас 14 команд дивизионе по волжье урал из них примерно восемь вполне таки все равные по составу если мы посмотрим по таблице там нет команды которая бы все игры выиграла мы тоже проиграли команде которая не попала на четырех то есть ну примерно восемь равных команд еще там есть где которая в следующем году обязательно подтянутся вот ну есть немножко послать послабее команды но тоже такие перспективные стущие вот мы как я уже сказал одну игру поиграли остальные все игры выиграли и вышли с первого места в плей-офф и в плей-оффе тоже обыграли в нижний новгород и тоже вышли как бы на четвертое место казань на четвертое место достаточно обидно наверное пропустить казань в финал финала четырех до который проходил в кирове особенно с учетом того что вы стали первыми казань стала 4 то есть по сезону то вы выглядели сколько я помню там им не уступали в играх мы одну игру с ними сыграли но в большей степени она конечно там особо то ничего не решала только по турниру там одно место там что-то решала вот но это студенческий баскетбол тут всегда все играют в любую игру играют так как умеют так как могут вот поэтому я еще раз говорю что по ротации по игровым взаимодействиям по тому как мы сыграли эту игру у меня не было особых опасений на казань дима мне всегда говорил что надо начали казань выиграть ну к сожалению не получилось но ведь на этом сезон студенческого баскетбола для команды вятгу не закончен вас еще предстоят игры правильно понимать да да дальше да третье третье место которое вы заняли на финале четырех что она дает куда она вас отправляет какие перспективы дальнейшие турниры ждут первые три команды то есть как занявшая команду третье место мы выходим в квалификацию лиги белова квалификации лиги белова там будет восемь команд со студенческой лиги ржд первая восьмерка и 32 команды которые будут собраны опять же студенческой лиги ржд из высших дивизионов у нас еще помимо нас есть еще четыре дивизиона из которых соберут там по три команды в итоге эти 32 команды будут разбиты по четыре и четверка сыграет за выход в ласт 16 лиги белова то есть первые места которые выигрывают они выйдут туда и будут играть уже с той восьмеркой которая уже там стоит ждет но будет сейчас они еще тоже не доиграли ну и они там лиги белова будут играть до двух побед между собой но там еще точно нет может быть тоже четверками но и за выход суперфинал то есть четыре команды из этих 16 выйдут суперфинал лиги белова те команды которые не попадают второе третье место вот в квалификации они опускаются в кубок асб в котором также будет 28 команд разбиты по четверкам и четверки первые места выходят в финал кубка асб то есть это тоже достаточно престижный турнир и он это нововведение у асб то есть в этом году разыгрывают три кубка вот кубок суперкубок лиги белова кубок асб и кубок регионал региональных чемпионов те которые вот у нас регионал проводят в кирове есть ли шанс что в кирове какой-то турнир из этих которые вы уже выше обозначенных пройдет может быть подготовить на какой-то этап предварительный или пока такой ясности нет и говорить рано ну мы каждый раз весной проводим какие-то турниры ну имеется ввиду лиги белова то есть я думаю что у нас вот если их примерно три минимум то есть даже если мы там где-то где-то просядем и попадем то их все равно будет три то я думаю что ну один то 100 процентов нам должны обязательно дать есть возможность и желание попросить финал кубка асб суперфинал то уже просто обозначен будет в химках вот финал кубка асб если мы не пройдем если вы вылетите соответственно из лиги белова в кубок асб правильно я понимаю ну да сейчас опять слушатели скажут что я вот уже там куда-то вышел да поэтому поэтому я пока не буду говорить на желание но возможность такая есть возможность такую исключать не будем но тем не менее будем надеяться что ваша команда вместе с дмитрием вместе с лидерами команды подольше задержится именно в лиги белова поскольку это этот турнир повыше статусом выше рангом и соответственно котируется наверное чуть выше да мы в прошлом году дошли до last 16 помню я уже сейчас или 32 не помню 32 боюсь тоже соврать то есть там четверка была да то есть она как куст сам назывался там last 16 но это было из 32 команд вот я думаю что у нас ну по крайней мере мы так планируем что мы должны улучшить наши результаты по крайней мере еще показать еще более яркий баскетбол потому что все равно вот эти первые два-три месяца команда все равно обкатывается как-то ближе друг другу становится есть какие-то понимания друг друга и я думаю что к весне должно быть еще более лучшая игра дмитрий для вас первый сезон в пк вентгу каким он для вас складываться чем запомнится и что потом будете вспоминать что первый сезон пришел сразу бронзу выиграл ли ли наоборот будете вспоминать чего не удалось наверно достичь как как вот ну про атмосферу в команде вы уже сказали что все все дружные и соответственно друг друга поддерживают а еще что ну я бы наверно все таки отметил менеджеров буду вспоминать их сто процентов потому что где бы я не играл ну как бы таких менеджеров точно нет ну менеджеры любят свою команду они все для нас делают просто они каждый день нам пишут бывают даже советуются с нами но они как бы все для нас делают вот как-то так а по остальному ну сезон еще не закончена вершина еще не закончена как бы еще впереди итоги сезона будем подводить уже по весне наверно апрель-май да если не позже ну суперфинал в конце мая надеюсь что после мая давайте пожелаем нашей команде успехов в предстоящих баскетбольных турнирах поблагодарим за третье место на финале четырех который прошел в кирове я напомню что гостями программы на спорте сегодня были главный тренер баскетбольного клуба виад гу ассовый алексей вавилов и тяжелый форвард команды дмитрий савиных всем спасибо всего доброго спасибо до свидания на спорте